2024 год. Чего нам от него ждать с позиции китайской медицины? Меня зовут Хистанова Тамара, я более 25 лет, занимаюсь лечением и профилактикой самых различных заболеваний, использую акупунктуру. И акупунктуру я использую не только с позиции усина, я ещё учитываю небесные стволы, земные ветви. Стволы и ветви ещё используют в своих прогнозах БАДЗИ, специалисты. За прогнозами на 2024 год я предлагаю сходить к ним, а я поделюсь своими размышлениями по поводу энергии, которые будут в 2024 году, и как нам поддержать свой организм, что нам делать, чтобы получить максимальную пользу от тех энергий, которые нас будут сопровождать весь 2024 год. и выйти из него ещё более здоровыми. Первое, что хочу сказать, что 2024 год начнётся 10 февраля и закончится 28 января 2025 года. И две важные составляющие этого года – это небесный ствол. И все знают, что это будет угон дракона деревянного. Но с позиции китайской медицины – это год желчного пузыря. И на небе желчный пузырь в земле. И у нас есть уже с вами желчный пузырь. И это будет сильная ци желчного пузыря. И он у нас в земле. То есть мы понимаем, что земли будет в этом году много. Если говорить о земной ветви, то земная ветвь – желудок. И желудок у нас тоже с вами живёт в доме земли. То есть опять земли очень много. И смотрите, два органа, которые отвечают за процесс переваривания. Две сильные ци в этого года – это желчный пузырь и желудок. И обе связаны с землёй. Про что это для меня? Здоровая земля очень здорово. Она даёт нам стабильность. Она даёт нам заземление. Она даёт нам возможность находиться здесь и сейчас. Она даёт нам очень много ресурсов. Но когда земли слишком много и она патологическая, то она по усин контролирует воду, в которой у нас находится ци почек. Энергия, которая нам крайне необходима для нашего здоровья и продолжения рода. И есть такое понятие сильной ци и слабой ци. Так вот сильная ци – желчный пузырь и желудок. Сильную ци намного легче сделать более слабой. И я бы первое, на что посмотрела бы в 2024 году – это на питание. То есть наше питание должно быть таким, чтобы не сделать сильную энергию слабой. То есть если мы истощим ци желчного пузыря, если мы истощим ци желудка, а это сделать будет легко, потому что они сильные, то дальше будет очень сложно избавиться от заболеваний этих ци. Ещё важный аспект, на который я бы посмотрела со стороны здоровья – это земля. То есть поддержите здоровую землю и не сделайте своим питанием и образом жизни так, чтобы патологической земли стало много. И патологическая земля – это сырость. И я понимаю, что про неё очень много, но это один из сложных патогенных факторов, которые очень тяжело выводятся из организма. Обратите внимание ещё больше на ваше питание. Убирайте свои рационные продукты, которые приводят к образованию сырости. Это всё сладкое, всё мучное. Это алкоголь, это сырые овощи, сырые фрукты. То есть их должно быть минимальное количество для того, чтобы не образовывалась патологическая земля, которые очень легко образовываются в ци желчного пузыря и ци желудка. Если говорить о функциях желчного пузыря, то основная его функция эмоциональная – это принятие решений. И если вы будете решительны, если вы не будете останавливать себя этим болотом, из еды вот этой сыростью, то у вас будут силы на новые действия, на новые проекты, будет больше решительности. Если говорить о, скажем так, эмоциональной составляющей желудка, то она не только пищу переваривает, это ци, она ещё и переваривает новую информацию. И опять же, если вы добавите много земли, если будет патологическая земля, то переваривание информации будет проходить очень сложно. И мы, когда работаем с любой энергией, то нам очень важно, что противостоит, какая энергия противостоит. И противостоящая энергия желчному пузырю – это энергия селезёнки. И опять про землю. То есть очень много будет в 2024 году земли, как сильной, так и слабой. И если смотреть противоположную ци желудку, то это тоже земля и это перикард. И опять у нас про землю. То есть несмотря на то, что астрологически считается год деревянного дракона, если мы с вами смотрим на энергию, то это год, в котором очень много ци земли. И с одной стороны, это будет давать стабильность, устойчивость. С другой стороны, если вы будете делать её патологической, то она может создать эффект такой болота, из которого будет очень сложно выйти. Нужно будет либо опуститься на дно и оттолкнуться, либо как-то высушивать это болото. Я вас поздравляю с наступающим 2024 годом по китайскому гороскопу. Повторюсь, что он наступит 10 февраля. И желаю вам по максимуму использовать энергию желчного пузыря, энергию желудка и жить в решительности, в ресурсе земли и без патологической сырости. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА